Здравствуйте, уважаемые зрители. В октябре 2022 года произошла драка с участием известного кыргызстанского кирпоксера Алена Уфоя и с водителем, с другим водителем это произошло на дороге. И до сих пор на спортсмена было возбуждено уголовное дело, несмотря на то, что обе стороны в этой драке пострадали. Сегодня будем разбираться, что случилось, как это дело идет. И для этого у нас в гостях кик-вахтер Алена Уфоя и адвокат Кубаныш Бектуманов. Здравствуйте. Наверное, первый вопрос вам, Ален, что произошло в тот день, как это произошло, кто участвовал в этой драке или на дорожном происшествии, которое там произошло в октябре уже прошлого года, да? Да. Все получилось так. Мне подзвонила супруга, сказала, что ее дозимает машина, автомобиль БВ-7. Я подумал, что, ну, возможно, это какое-то недоразумение, что не бывает на дороге. После телефонный разговор прервался, и через некоторое время я уже решил сам к ней подзвонить, но не мог никак дозвониться. Звонил, звонил, не мог дозвониться. После, как я дозвонился, до нее услышал в телефоне крики, плачь ее, что ее избивают. На мой вопрос, где она находится, она не отвечала. Там были только критики. И еще, помимо этого, было, ну, несколько голосов. Я вышел на улицу, я не знал, куда ехать. Потом, после, когда я до нее дозвонился, она мне объяснила, где они находятся. Я вызвал такси, приехал на место происшествия. По тому, как я приехал на место происшествия, я увидел, там стояло несколько людей. Мужчины, женщины стояли вокруг. Увидел свою супругу. Она стояла заплаканная, с покрасневшим лицом. Мужчины были, у нее была разорванная копта. У нее была такая достаточно плотная копта, но она была разорвана, как будто на нее напала стая собак. И, естественно, я у нее спросил, говорю, кто это сделал. Она показала на мужчину. Ну, до этого, пока мы ехали, она мне объяснила, вот что мужчина напал на нее. А я, получается, я остановился на противоположной стороне дороги и перешел быстрыми шагами через дорогу, потому что Карл Марсинка достаточно оживленная улица. И быстрыми шагами перешел на дорогу. Когда подошел к этому мужчине, я хотел поинтересоваться. Он стоял ко мне спиной, такой, отвернулся, когда увидел меня, как я перехожу. Я хотел у него поинтересоваться, почему так произошло. А почему был этот мужчина? Ну, потому что машина сама по себе дорогая, а он стоял ногой, отверевшись на колесо, переднее колесо с пассажирской стороны. То есть я сразу понял, что это хозяин этого автомобиля. Когда я к нему подошел, уже поравнялся на расстояние поздороваться, он мне сразу нанес удар в лицо. От этого я опешил, был в шоке, в шоковом состоянии было. И машинально я просто выкинул руку, он продолжал атаковать. Я от него отбивался, отходил назад. Когда все люди начали, которые там находились, нас пытались разнять. Но в большей случае я как бы назад обхожу. Уже отошел, его жена вцепилась мне в руки. Он начал бегать и собирать камни. Собирать камни, были облученные, и начал отбрасывать нас камнями. Потом подключилась жена. После там один из очевидцев подбежал, его обнял, зафиксировал. Только тогда он успокоился. Вызвали милицию. И после того, как вызвали милицию, милиция не ехала какое-то время. Где-то около получаса ее не было. Он позвонил своим группям. Оказывается, один из друзей оказался сотрудником, как выяснилось, ДГК ФБ. Приехали два друга этого урмата. И вот этот сотрудник ДГК ФБ подошел ко мне и спросил, как меня зовут. Я ему ответил, что меня зовут Алия. Он кинул голову и отошел в сторону урмата. Потом приехали сотрудники милиции. При них урмат также ввел себя агрессивно. Пытался мне там что-то доказать. Я успокойся. Он говорит, что все уже случилось. Надо как бы по существу разбираться, почему вообще так произошло. Почему вы избили мою супругу вдвоем. Потом я у супруги своей спрашивал, почему бы. Я говорю, они напали ни с того, ни с сего вдвоем. Как выяснилось, они, оказывается, ранее знакомы. У них уже был конфликт. Я этого не знал. Я это узнал только потом. На что вообще поединенные сотрудники милиции должны были нас отвезти в ГОМ. А вот этот сотрудник, который приехал, он настоял на том, он подошел к сотрудникам милиции, он настоял на том, чтобы нас отвезли в УВД Октябрьского района. На вопрос этих сотрудников милиции, кем он является, почему он себя так ведет, он говорит, я являюсь сотрудником. Но у него, точнее, сотрудником чего. Это потом уже выяснилось, где он работает. Это уже в процессе, так как дело уже тянется в девятый месяц. После нас отвезли в УВД, и там началось давление. Какого плана появился сотрудник милиции, одетый по форме, с наличием табельного оружия. Он начал мне угрожать такими словами, иди сюда, я тебе сейчас устрою, я тебе покажу. Я ему задаю вопрос. Вообще, какое отношение вы ко мне имеете? Кто ты вообще такой? Что тебе от меня нужно? Ну, то есть я его первый раз вообще вижу. Он стоит, потому что он стоял коридоруский УВД, он стоял напротив вот этого сотрудника, потом вот этого урмата, супруга его урмата была. Он посмотрел на этого сотрудника, он ему дал сигнал головой, и он ушел. После нас принял следователь, мы написали все свои объяснения, после чего вот этот сотрудник милиции, который появился внезапно, с которым у меня провокация, он зашел в кабинет и пытался всячески влезть в допрос следователя. То есть я ему говорю, кто это вообще такой, что он здесь делает? Они пытались меня удалить из кабинета, чтобы моя супруга осталась с ними наедине. Я говорю, этого не будет, она сейчас находится в таком состоянии, и говорю, она не может быть одна. Тем более, сейчас, как следует у нас с тобой, был инцидент в коридоре. Почему она должна оставаться с вами наедине? И вот с этого момента понеслось. Я написал следователю объяснительную, потом написал, как это называется? Распишу, потому что... Заявление? Нет, не заявление. Обязательство. Обязательство, что по первому требованию следователя я явлюсь в УВД. Все, у нас где-то это продолжалось около час-полтора допрос, но почему-то нас держали практически до двух часов ночи. Мы туда приехали около шести часов вечера, ну, может быть, 15, я примерно говорю, шесть, 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 пятнадцать, шесть, двадцать, вот, где-то до восьми все следственные действия закончились. Да, конечно. Извините, вы можете поближе сесть к телефону, у вас голос прерыва из-за просуточа? Вы сказали в начале выступления, что как бы потерпели обе стороны. Я не считаю, что в данном случае потерпели обе стороны. В данном случае потерпевшей является супруга Олена, у которой после избивания произошел выкидыш. Имеется три экспертизы, это первичная, комиссионная и повторно комиссионная. Так вот, с самого начала, когда следователь взялся за это дело, я созванивался и говорю, аж почему такое происходит? Почему вы вновь и вновь назначаете экспертизы? Почему? Он говорит, Байке, зовите, пожалуйста, мне отвод, на меня давят генеральную прокуратуру, но прокуратура здесь оказывает давление, не дает мне привлечь к уголовной ответственности вот эту вот пару, которые избили его супругу, и по чьей причине все это, ну, произошел выкидыш, тяжкий вред здоровью имеется. Вот на арену взяли, значит, вот этот якобы потерпевший агрессор мужчина пошел, у него неполный выкидыш, искусственный зуб, там коронка была сломана, и по менее тяжкому преступлению, по чьей-то указке Алена посадили. Ален сидел больше месяцев, ближе к двух месяцев он сидел, находился в СИЗО. Это за то, что он оборонялся, защищал свою супругу и оборонялся от агрессора. А вот этих, которые, можно сказать, убили ребенка в утробе матери, до сих пор не привлекают и всему этому сопутствует прокуратура. Так, значит, мы не раз обращались в различные инстанции, в саму генпрокуратуру, генпрокуратуру передали в УВД города Бишкек, в УВД города Бишкек когда передали, там руководство следствия, они вообще не сомневались, что они когда изучили, говорят, а все, говорят, здесь все экспертизы есть, показания свидетелей, все, говорят, мы не сомневаемся, дело в суд отправим, сейчас придяем, говорят. И вдруг почему-то обратно начинается затягиваться, затягиваться, и мы узнаем, что опять прокуратура начинает ставить барьеры, не дает отправить, ой, подождите, может быть, они сейчас примирятся, ой, давайте дождемся, вот этот агрессор мужчина, он скрылся сейчас, покинул территорию Кыргызстана, находится в России, ой, давайте, может, дождемся, когда он приедет. Для чего необходимо за такое затягивание? Когда имеется при наличии таких доказательств, обычно сразу предъявляют обвинения, даже заочно объявляют в розыске, и все. Но здесь явно, уже мы поняли, что здесь не без участия прокуратуры, всему этому способствовал вот этот сотрудник ГКМБ, с самого начала, когда приехал. И, значит, я вот хотел бы еще отметить, что я следователю УВД Октябрьского района, я им говорил, слушай, на каком основании ты назначаешь экспертизы, вновь и вновь. Ты не предъявляешь, у тебя та сторона, оказывается, заявляется дотайством, но та сторона не является участниками процесса. А у нас в статье 181 Уголно-процессуарного кодекса четко указано. Круг лиц, которые могут заявлять, когда тащить. То есть, получается, здесь каким-то образом разгласили материалы досудебного производства. Это уголовная статья, это статья 356, часть 2, когда должностные лица, либо это следователь разгласил, либо это прокуратура разгласили, дали имеющееся заключение, и та сторона, адвокаты, по их ходатайству, следователь удовлетворяет ходатайство и назначает экспертизы. Но это тоже должностное преступление. Вы поймите, любой человек с улицы пришел, влез в это дело, просит что-то у следователя, и следователь удовлетворяет. Такого быть не может. Они сначала должны были предъявить обвинение по имеющимся доказательствам вины. Сначала в качестве подозреваемого, обвиняемого статусом такой-то, чтобы у них появилось это право назначать эти экспертизы. Нет, этого не происходит. Потом я в ГВД пишу, когда мы уже обнаружили эти факты, пишу ходатайство следователю Судыкову и говорю в этом ходатайстве. И копию я в прокуратуру города Мишкек оставил, и говорю, что вот обнаружились разглашения досудебного производства, это раз статья. И, значит, получается, превышение власти, раз уже начали таким образом назначать экспертизы, обратитесь с рапортом, чтобы возбудили уголовное дело, внесите в ЕРП, это единое регистр преступления, и чтобы начали доследственную проверку. Нет, я 11 числа заявляю по вот этим незаконным экспертизам. А 12 числа следователь выносит еще одну комплексно-комиссионную экспертизу, плюс еще судебно-психиатрическую локацию экспертизу, и спокойно уезжает себе в отпуск отдыхает. Тем самым дело приостановили. Ну, где мы уже, это самое, наша вот, ну, Элиза, потерпевшая, она сколько раз обращалась, она и к президенту обращалась дважды, она и к генпрокуратуре обращается, там к себе к Дршавичу обращается. Она гражданка России, она гражданство, ой, к фасове Российской Федерации обращается. И что интересно, вот обратно остановимся на прокуратуре, там стоит такой барьер. Барьер до генпрокурора, мы не можем достучаться, дойти, донести до него. Они говорят, у нас есть иерархия, сначала район, потом город, потом вот генеральная прокуратура, там начальники отделов, потом заместитель генерального, заместители генерального прокурора, потом только генеральный прокурор. Но почему, если человек уже от безысходности, девятый месяц, не может добиться справедливости, чтобы закон у нас работал, а прокуратура у нас в органе, который надзирается исполнением закона, и руководитель генеральный прокурора, напрямую к нему хочет записаться, но этого не происходит, там прерывают на определенном этапе, отправляют ее личные обращения, да, ее личные обращения на прием, спускают в город, а кто там в городе будет принимать? Она лично к генпрокурору записывается. Ну вот вчера приняли, значит, начальника отдела, как это, Суракматов, да? Да, Суракматов. Суракматов. Ну вот, Алик сейчас может рассказать. Мы были два адвоката, Ален и его супруга присутствовали. У него какое впечатление создалось, но ты услышал. Вы знаете, задаю вопрос, вот говорю, просто ответьте мне, вот коротко и просто. Я говорю, экспертиза, три раза, вот в общей сложности, это четыре экспертизы. Сейчас четвертая. Сейчас будет четвертая, идет. Незаконная. Два раза она была незаконная. Вот третий раз, незаконная. Я говорю, вы это признаете? Да, я признаю. Но почему эту экспертизу незаконную нельзя отменить? Она же незаконная. Он говорит, ну у нас есть следователь в городской прокуратуре. Нет, следователь самостоятельный. Да, он самостоятельно это все. То есть, незаконную экспертизу, назначают, даже уже в генеральной прокуратуре, якобы, они не могут отменить. Я хочу остановиться, да, вот здесь вот. Дело в том, что прокуратура на то была и создана для того, чтобы пресекать незаконные действия следователя. А следователь не ознакомит с постановлением, с назначением экспертизы. Ни с чем не ознакомливая, направил, и мне только по телефону стало известно, когда я ему, когда Тайс, должен вот оставить, чтобы он принял меры в отношении до этого назначенных незаконных экспертиз. Я ему спрашиваю, что там с водотазием? Я говорю, вот тут ушел. Как? А что, говорит, дело? Он говорит, я ее на экспертизу направил? Как ты направил на экспертизу? Я же тебе писал, что вот, незаконные действия председующих следователей имеются. Закон не работает. Мы, значит, говорим, приходим, говорим, вот еще одну очередную незаконную экспертизу назначат. Повлияйте на это, отзовите, и пусть расследуют дело. Сначала пусть привлекут, привлекут, чтобы у них эти права появились, заявлять, когда-то есть. И только потом, давайте на основании закона, он позвонил при нас, следователем, отругал его, какая была необходимость, я же тебе говорил, привлеки. Но при этом, потом, когда мы общались дальше, он почему-то начал говорить, на видео мы не видим, что тебя избивают. А хотя у нас есть свидетельские показания, вот этих свидетелей, которые на видео снимали, у меня все это имеется, где свидетели говорят, четко утверждают, что вот этот агрессор, который избивал с отругой Алена, точно бил, бил, и они это устанавливают своими показаниями. Это на видео мы видим. Но он почему-то, вот этот начальник отдела, говорит, прокуратура, прям на Элизу, как бы вот так, Элиз, я почему-то не вижу, что вот этот урмат тебя там избивает. У нее чуть ли не истерика там произошла. она приходит, ищет правду, говорит, а вы что там были, говорит, как вы можете говорить такие вещи? Вы понимаете, да, человека, который ищет справедливость, приходит в орган, где вроде бы как бы хочет добиться справедливости, а там говорят такие вещи. Потом, все еще, а, говорит, примирение, да, он говорит, они хотели бы примириться, сказать, ну, я думаю, ну, что за глупости происходят? Что за глупости? Мы же отталкиваемся от буквы закона? Да, сначала должны предъявить обвинение для того, чтобы, ну, то есть, все-таки как-то справедливость была, объективное, полное, чтобы следствие шло, всестороннее. У нас-то одна только сторона, потерпевшая, обвиняемых, подозваемых по делу нету. С кем примиряться? С кем? По делу только потерпевшие имеются, и свидетели, и все. А вот мы сначала предъявили им обвинение, потом уже, я не знаю, даже если примирение вот это, по поводу примирения скажу, то, что, да, адвокаты изначально приходили, но требовали, чтобы мы, то есть, Элиза с Аленом пришли, у них извинения попросили. Хотя потерпевший на самом деле, по сути, является Аленом. А вот в связи с этим вопрос, почему так происходит, кем является УРМАК, потому что по той информации, которая доступна в разных информационных источниках, не приводится его фамилия, или кем он является, мы просто знаем, что он водитель какого-то автомашины, да, и все. Кем является, и почему, какое влияние он имеет на правоохранительные органы? на экспертизе, что вы сказали? На экспертизе, когда на второй день нас следователя отправил на экспертизу, я его встретил в центре судмедэкспертизы, я подошел к нему, пытался как-то с ним переговорить по этому поводу, он мне сказал, у меня все куплено, у меня есть вот тот человек, который работает в ГКСБ, говорит, у меня есть выпить в прокуратуре, вы меня будете на коленях умолять, просить о прощении, я ему говорю, у тебя все нормально, почему ты мне такие вещи говоришь? ну и вот потом значит есть то, что ветер был в прокуратуру, это уже не раз с первого, с самого начала с первого об этом сообщили Олену, когда мы изменили меру пресечения на домашний арест, вот обвинительное насил следователь доктор Беков и за он оторвал Олену да, что он сказал? после того, когда я уже вышел из СИЗО, мы поехали в Артем и там я встретил в коридоре вот этого следователя доктора Бекова и за он меня отвел в сторону попросил меня прощения и сказал, что на него давление оказала прокуратура, чтобы меня закрыли вот такой был разговор можно быть сейчас вопрос для уточнения здесь говорится что дело было возбуждено по статье хулиганства по этой статье насколько вообще мотивировано обоснованно взятие под стражу в СИЗО один это тоже интересно потому что у нас за более тяжелые преступления не берут под стражу да почему было я вам отвечу в первую очередь предъявили здесь никакого хулиганства нету человек пришел на помощь жиме на него агрессор напал он сам оборонялся со стороны Лена нету никакого преступления но даже если бы было мы скажем если бы я подчеркиваю часть первой статьи 1280 уголовного кодекса это хулиганство она является менее тяжким преступлением по менее тяжким преступлениям у нас не заключают под стражу это только в особенных случаях исключительных случаях когда человек личность не установлена то есть вообще невозможно определить что не имеет последовательного места жительства это следователь должен проверить действительно ли он там живет не живет или он поможет под этим основанием если он скрылся от следствия туда и ранее тоже таких пунктов не было и правового даже права этого не было ну следственный судья не праве был назначать ему такой вид содержания применять такое меры посещения он взял до опознавания что у меня не имелась справка с места жительства хотя в тот момент у него был паспорт гражданина королевской республики и на меня оформлен жил площадь все знают большинство артистов я никуда не скрывался я был честно сказать я в шоке был мне до сих пор шоке от всего что происходит потом какие у вас были во время судебных разбирательств во время в принципе следующих правовых шагов которые вы применяли как это происходило и как допустили того что по вашим словам урмат он покинул страну да как это допустили чтобы он покинул страну следователь ОВД Октябрьского района который по заявлению занимался он по телефону разговору он мне сказал что он поставил ограничения на выезд этим людям потом он по телефону меня попросил может вы мне отвод заявите прокуратура заклевалась значит опять-таки вот первое когда нам говорит доктор Беков об этом говорит второе уже Акунов говорит что прокуратура здесь влияет и потом он почему-то наше хозяйство которое мы заявляли объяснительные свидетели которые заявляли медицинские документы Элизы он уничтожил из дела когда у него уже дело начали отбирать и передавать ГУД их в материалах дела не оказалось он просто уничтожил эти материалы нет не наши КДТ мы заявили ряд КДТ где-то 5-6 он на них не отвечал мы обжаловали все его действия бездействия в следственном суде в Октябрьском районе все эти наши жалобы были удовлетворены признаны незаконными действия бездействия следователя потом когда дело передавали он еще уничтожил материал вот понимаете вот происходят вот такие вещи в ГУД еще раз я повторюсь когда мы пришли к МАТ как я получил начальник следствия она вот посмотрел у меня сомнений нет но опять-таки у нас ветер дует с Генеральной прокуратуры мы уже после вчерашнего приема у начальника отдела мы уже в этом вообще не сомневаемся уже абсолютно не сомневаемся и Лиза в понедельник в очередной раз пойдет записываться на прием к Генеральному прокурору потому что именно на вот этой стадии до которой мы вчера дошли именно вот эта стадия установила барьер по непредъявлению вот защищает преступников прикрывает преступников сейчас судебное разбирательство в какой в какой стадии находится и какие шаги предприниматель в вашей обранной Алена Афоя она уже сейчас подошли к стадии премий то есть были все допрошены свидетели потерпевшие был сначала допрошен потом свидетели сам Ален был допрошен мы изучили материал уголовного дела в обвинительный акт настолько следователь торопился писал двух свидетелей вообще из другого бара по другим обстоятельствам вот насколько он торопился и вот тут написано утверждаю прокурор Октябрьского района Таштамбеков вот он утверждает там какие-то ну это уже фальсификация доказательств как еще следователь торопился ладно мы обратили внимание на это потом первый адвокат который защищал Алена Гаврилова Мария она назначала просила когдатайство проведение предварительного тушивания предварительное тушивание не было проведено в премиях прокурор попросил чтобы назначить наказание в виде штрафа в отношении Алена Фуя а адвокат потерпевший попросил чтобы дали реальный срок но мы еще наши адвокаты не Ален мы адвокаты не выступили в премиях мы попросили в премиях подготовиться и мы считаем здесь абсолютно никакой вины нет здесь была самооборона Ален ни на кого не попадал из хулиганских пробуждений здесь вообще отсутствуют признаки хулиган я прокурор прокурор меня следует слушать задает вопрос говорит как вы можете доказать что вы не совершали это преступление и вы не начали драку я ему говорю вот есть видеофиксация он подожди вообще да он задает такие вещи доказать вину это их обязанность я ему не должен себя оправдать а он говорит как ты докажешь что ты не виноват я ему объясняю есть видеофиксация которую мы все вместе смотрели вы увидели у вас не было вопросов по этому видео он говорит ну хорошо видео у всех есть я говорю окей на этом видео есть свидетель который все видел и говорит что я его первым не бил он мне нанес удар первым он говорит а еще как докажешь а как еще доказать ну как что я сам этот якобы потерпевший должен подойти и сказать я начал драку первой или сам господь бог это должен сказать это это абсурд я говорю это уже абсурд ролики которые в соцсетях все же видят там ударит и наглядно видят как ума стоит вот там даже вот видно как он левая рука наносит первым ударом потом еще идет удар он накидывается и он ножа отходя выбрасывает трупу он останавливается бежит берет камни закидывает камнями один камень пропадает вывезду а на супе он говорит я ему даже пальцем не трону а Лен подошел ничего не говоря мне выбил зубы и приносят фотографию там какого-то шрека у которого нет зубов а по экспертизе написано что он не помнит вывез вывез они на месте у него трех зубов они приносят какую-то непонятную вот так вот наполовину фотографию пизду показывает чтобы какой-то а они вакепресс это показывали чтобы какой-то эффект что ли так ну сейчас вот так вот в общем в общих чертах здесь вот получается по делу Алена его по мини-тяжному преступлению даже он не совершал преступления он оборонялся привлекая по хулиганству закрывают по статье по культуре закон не позволяет закрывать закрывают направляют дело в суд и по одной всего лишь какой-то экспертизы с которой не ознакомлен о назначении и самой экспертизы а вот имеется три экспертизы по заявлению Лизы у которой выкидыш произошел они ребенка потеряли у них бы сейчас на руках ребенок дело не хотят возбуждать и все это вон оттуда даже есть записи если это на то пойдет если на то пойдет если прокуратура отдельные сотрудники скажут не прекратят свои бесчинства вот это и правовой беспредел мы уже будем осуществлять у нас к сожалению время приходит к концу если у вас есть какие-то дополнительные вещи которые вы хотели бы сказать может быть обращение вы можете сейчас используете эфирное время для этого я честно хотел я уже устал за это время скучаться во все двери я куда только не я обил пороги всех госорганов да компетентных но я встречаю вот это сопротивление который камень пресновения генеральной прокуратуры я хотел бы обратиться камчбеку подрешаючу чтобы наконец-то вот этот вот момент решить поставить точку в этом деле ну уже просто нету никаких сил получается это как в этой сказке или пословице битый не битого то есть они склоняются на то что я спортсмен что я использовал свои профессиональные навыки но где сказано что правилами дурного то на поведение в обществе считается приехать на помощь своей супруге и защищать себя я показал на видео я это как бы доказал со свидетелями но прокурор как он просто невозгнутим как будто этого не я вот хотел бы чтобы может быть да действительно новый генпрокурор уже действительно обратил внимание на бесчинство на вот это беззаконие и разобрался уже в этом честно сказать я родился здесь я вырос я защищал всю свою юность цвета флага на международных ригах нашей страны вот я встретился с таким вот беспределом это вообще ни в какие ворота гоночек может у вас есть что добавить ну я надеюсь что суд будет объективным в пределах у нас на время возможно в тот же день будет вынесен приговор я надеюсь что суды у нас судя вынесет объективно и справедливо решение мы просто все уверены даже по наглядным картинкам что Ален Ален не афоли не даже есть такая заставка и программа ну так вот мы тоже надеемся на справедливость уважаемые зрители я хотела напомнить что сегодня эфир был про происшествие которое произошло уже 9 месяцев назад в октябре 2023 года когда произошла драка между участниками дорожного движения где пострадала жена проказанского боксера мастера спорта международного класса чемпиона Азии Европы и Евразии Лена Уфоя в результате жена у жены произошел выкидыш потерял своего ребенка и вот эти судебные разбирательства до сих пор продолжаются а сам Ален Уфоя провел два месяца в СИЗО и у нас в гостях были сам кикбоксер Ален Уфоя и его адвокат Уван Чбек Туманов спасибо что вы поделились этой информацией вам успехов и ведущая перезад до следующих встреч до следующих встреч субтитры субтитры